Мы же с вами знаем, и в Федеративной Республике это не отрицают, как, уж я не знаю, как это попало в прессу, когда генералы Бундесвера обсуждают, куда и как им наносить удары по Крымскому мосту или по каким-то другим объектам на территории России, в том числе и на той территории, в принадлежности которой к России никто не сомневается. Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной Республике в российском обществе всегда было очень хорошим, но очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас ещё появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения. Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Спасибо.